Четвертая книга Моисея И собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья!» И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу с киньей собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господне. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарон, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Это вода Меривы, у которой вошли в распорю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою. И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому сказать, «Так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы Господу, и услышал Он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта, и вот мы в Кадесе, в городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землею твоею. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогу и царскую, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих. Но Едом сказал ему, «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». И сказали ему сыны Израилевы, «Мы пойдем большой дорогой, если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее, только ногами моими пройду, что ничего не стоит». Но он сказал, «Не проходи». И выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильной рукою. И так не согласился Едом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него. И отправились сыны Израилевы из Кодесса, и пришло все общество к горе Ор. И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор у пределов земли Едомской, говоря, «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему увод Меривы». И возьми Аарона и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там. И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елеазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елеазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев тридцать дней. Аарон Продолжение следует...